В Подмосковье обсудили медиаобразование детей. Руководители телевизионных школ и студий вместе с юными репортерами встретились в городе Жуковском, обменялись опытом и поставили новые задачи. В семинаре приняли участие и сотрудники нашего телеканала. Молодые и амбициозные журналисты с юного возраста решили связать свою жизнь с телевидением. Полина Скопцова пока не определилась, кем хочет стать – корреспондентом или сценаристом. Время на раздумья есть. В телестудию Полина пришла год назад. На самом деле все получилось очень спонтанно. Я в комнате еще летом отдыхала, заходит мама, показывает объявление в WhatsApp. Говорит, вот хочешь, я говорю, ну давай попробуем. И вот как-то все завязалось, очень на самом деле интересно, познавательно. Семен Черков освоил профессиональную камеру в студии детского телевидения «Взлет». Будущую профессию молодой человек уже выбрал – будет телеоператором. Я уже здесь учусь четвертый год. Вот на первый урок мне очень понравилось, и я сказала, ну да, я буду дальше сниматься. Ребята сами снимают, пишут, монтируют, создают телевизионные проекты. На занятиях опытные журналисты учат детей работать по-взрослому. Детские телевизионные студии действуют в разных городах Московской области. Мы сейчас изучаем телепроизводство на всех этапах. Это объединение, которое занимается в основном видеопроектами, медиа-проектами, ландшафтами, современными медиа-форматами. Такие встречи позволяют обмениваться опытом. Одни существуют уже 15 лет, другие только начинают свою работу. Главная задача каждого – научить детей ориентироваться в современном потоке информации. От Союза журналистов Подмосковья поступило предложение создать ассоциацию руководителей медиа-объединений области. Так появится больше возможностей для реализации творческих проектов. Сегодня очень разные, такие яркие, полярно разные по подходам были выступления. Общими усилиями мы создадим такую ассоциацию. Она будет работать на пользу всех. Дополнительное образование в сфере медиа помогает детям не только освоить профессию мечты, но и улучшает успеваемость в обычной школе. Учит держаться перед публикой и грамотно выражать свои мысли. Формирует навыки, которые будут полезны в любой сфере жизни. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.